В рамках рубрики «В гостях у Росгвардии» мы сегодня встречаемся с заместителем начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Эдуардом Чумаевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, каковы существуют запреты на ношение оружия? Запрещено ношение оружия при проведении массовых мероприятий, публичных, протестных акций. Кроме того, запрещено ношение оружия в образовательных учреждениях, а также в развлекательных учреждениях, где в ночное время осуществляется реализация алкогольной продукции. Бывают такие моменты, когда именно нарушается установленное правило хранения оружия. Опять-таки, правила на сегодняшний день определены, что владельцы оружия должны хранить оружие в местах, исключающих доступ посторонних лиц, металлических ящиков, сейфах, шкафах, деревянных ящиках, обитым железом, имеющим замок. Но главный момент здесь, то есть исключить доступ посторонних лиц. А посторонними являются все, кроме владельца этого оружия. Особо хочу обратить внимание, любой замок имеет ключ. Ключи надо всегда так хранить, чтобы никто, кроме этого владельца, не знал, где они хранятся и так далее. Почему это? Когда в семье знают и дети знают, где хранятся ключи, не исключены те моменты, когда это ребенок, молодой человек, в первую очередь, может друзья прийти, может похвастаться, показать. Либо самое худшее, что может взять и пойти с этим оружием в школу. А это тоже чревато очень серьезными последствиями. Последствиями как причинением вреда также детям или взрослым. И, кроме того, наступит ответственность, то есть есть понятие небрежного хранения оружия, статья 224 Уголовного кодекса предусматривается за это наказание. Либо же наступит ответственность в зависимости от причиненного вреда этим лицам. То есть исключить и быть бдительным, никогда не хранить оружие с нарушением установленных правил в каких-то полках, шкафах, под диванами и так далее. В каких случаях граждане имеют право применить оружие? Правила применения, определенные статьей 24, закон об оружии. Непосредственно граждане, имеющие на законных основаниях оружие, имеют право применять для защиты жизни, здоровья, собственности состояние необходимой обороны или крайней необходимости. Понятия необходимой обороны у нас определены Уголовным кодексом. Крайняя необходимость, то есть это статьи 37, 39 Уголовного кодекса. Там данные эти понятия, это довольно-таки, для дилетантов это сложная вещь, но при этом, если в двух словах сказать, всегда причиненный вред и предотвращенный должен быть соизмеримым. Какова ответственность за незаконное применение оружия? Если говорить об ответственности за незаконное применение, начнем с самого простого, да, это стрельба, ну, без последствий. За стрельбу в невустановленном месте на сегодняшний день существует административная ответственность, которая предусматривает штраф в размере от 40 до 50 тысяч с конфискацией оружия. Если это действия совершены группой лиц, либо состояние опьянения, штраф до 100 тысяч, также с конфискацией оружия. Но любая даже стрельба, она может расцениваться как хулиганство, то есть в уголовном праве есть такая статья хулиганства, то есть, и тогда уже наступит уголовная ответственность без последствий. А если наступает последствия, то есть причиняется вред здоровью, жизни людей, соответственно, будет соразмерная. То есть, ущерб здоровью какой степени, легкой, средней, тяжкой вред здоровью нанесет, либо лишили жизни человека умышленно, неумышленно, в соответствии с этим уголовным правом определено наказание. У нас одно время было достаточно популярно, в том числе на свадьбах, стрельба, ну, естественно, люди в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас нечто подобное встречается или люди у нас научились все-таки? Ну, фактов, на мой взгляд, гораздо меньше, но, тем не менее, такие факты имеют место быть. И каждый владелец оружия должен всегда помнить, что и какая ответственность наступает, и что может наступить. Люди-то, как бы, веселятся, отдыхают, но они, во-первых, нарушают общественный порядок другим людям. То есть, человек, приобретая оружие, должен всегда помнить свою ответственность. То есть, он, как бы, хотел и приобрел что-то в пользу себя, но, тем не менее, нельзя в коем случае ущемлять права других граждан. Все, кто приобретает оружие, должны и проходят соответствующую подготовку и проверку знаний безопасного обращения оружия. И кто имеет в пользу оружия в целях самообороны, то есть, гладкоствольное или длинноствольное оружие, или огнестрельное оружие, ограниченное поражение, как в народе их называют травматами, они каждые пять лет проходят проверку правил безопасного обращения оружия и прекрасно об этом знают. И я, вот, наша встреча с вами не первый раз, то есть, я между журналистами, и каждый раз я об этом говорю и довожу, что можно, что нельзя. Но, к сожалению, есть такие, которые пренебрегают этими правилами, ну, и, соответственно, впоследствии получают то, что они, как бы, заслужили. Ну, спасибо вам большое за общение. Надеюсь, что люди, которые посмотрят, они будут чуточку лучше знать некоторые правила, которые, возможно, ранее не знали. Спасибо, до свидания.